Каникулы с пользой. Центры занятости предлагают студентам и школьникам заработать и получить базовые навыки по специальностям в сфере услуг. Пошив одежды, изготовление сувениров, мелкий ремонт. За 10 дней получается пополнить кошелек в среднем на 100 рублей. Такая перспектива создает своеобразный конкурс среди претендентов. Но занятия находят для каждого, утверждает Юрий Прокопенко. Для Алины это уже третье трудовое лето. 11-классница-гимназистка работает над соцзаказом. Шьет белье для домов-интернатов. Говорит, дома летом не сидится. На самом деле скучно и есть возможность подработать, получить какую-то свою копеечку. Почему бы и нет? Я заработаю около миллиона 300. Хотелось бы потратить, наверное, на книги. Люблю считать. Таких, как Алина, в этой мастерской центра соцобслуживания немало. Школьницы, лицеистки, студентки-медики. Работа построена таким образом, чтобы за 10 дней каждая попробовала себя во всех операциях. От раскроя до глажки. Сейчас я втягиваю резинку. Работа несложная, но кропотливая. Вот этот шов верхний очень хороший. Вся работа проходит под пристальным взором опытного мастера. Инструктор Тамара Машковская делает скидку на малый опыт начинающих швей. Совсем плохо не бывает. Ну, бывает, конечно, где-то что-то неровное, где-то строчка треснула, некачественная строчка, неровный шов. Но это всё можно переделать. Это несложная работа. Задача бригады – пошить полтысячи комплектов белья для домов-интернатов. Это заказ городского управления соцзащиты. Ещё один заказ – изготовление витражных картин. Для залитки зелени использую, пожалуйста, вот жёлтый и зелёный. На такую картину в среднем уходит день работы. Сначала на стекло наносятся контуры, а затем они заполняются краской. Это был зимний город, но, судя по моему рисунку, у меня зимний не получится. А я люблю просто яркие картины. Тематика работ самая разная – натюрморты, пейзажи, городские зарисовки. Все эти работы скоро оденут в рамки и будут переданы в социальные учреждения. Например, вот эти симпатичные жирафы поедут в Могилёвский дом ребёнка. Найти подработку на летние каникулы школьники и студенты могут без проблем. Требований немного. Возраст соискателя от 14 лет. Заявление в Центр занятости с паспортом и справкой с места учёбы. В банке данных выбирается профессия, по которой они трудоустраиваются. Они проходят медкомиссию и официально на основании трудового договора их принимают на работу, заводят трудовую книжку. Польза таких дел общая. Государство получает дополнительную помощь, а молодые люди – первые заработанные деньги, профессиональные навыки и трудовой стаж. Эти девочки теперь точно знают цену деньгам. Юрий Прокопенко, Василий Лосенков, телекомпания СТВ, Могилёв.